Для того, чтобы паразитировать, паразитам нужно хозяин носить, с которым можно кусать кровь. Ну или народ, нации, народы, с которыми можно кусать кровь. Вот пока народы позволять будут, чтобы не сосали, а нужно как с комарами расправиться, прихлопнуть, опять не каким-то революционным, потому что революции, вы знаете, чем создавались, мы наблюдаем, что и сейчас происходят революции, кем они организуются. Это как раз ими те же самопаразитами и делается. И ничего хорошего, ни одна революция еще не принесла никому. А именно, важно именно, чтобы было правильное мировоззрение, чтобы человек понимал всю степень ответственности за каждое свое действие. Никто не говорит, что человек ограничен будет действие, но человек должен знать, если он будет действовать так-то, так-то, он получит за это, вот это, вот это. И не потому, что кто-то там придет, наручники на руки оденет или там в суд притащит и так далее. Самым фактом действия человек получает наказание. Это не Господь Бог, не какой-то судья, это законы природы. Вот если человек понимает, будет законы природы, знает, что это реально, что за этим последует, большинство людей, даже если не хотели бы, они 10 раз подумают, делать им это или нет. Потому что ни один человек не враг саму себя, за исключением полных отморозков, правильно? Но на них ориентироваться не стоит, их немного. Поэтому, что я хотел сказать, именно с этой позиции мы должны смотреть. Пока люди будут поражены паразитической системой, именно мировоззрительной, трудно будет что-то сделать. И вот только когда человек начинает чувствовать себя человеком, как пишут, наконец-таки я могу гордиться своей родиной, потому что я являюсь представителем такого народа и так далее. И могу сказать, пишут мне не только русы по национальности, пишут очень многие люди коренных народов России. Именно почему-то все они реагируют на информацию книги очень даже положительной, потому что она им возвращает гордость за себя, за ту страну, в которой они живут, и которую создали наши предки. Забавно, да? В том-то и дело, что когда человек становится свободным, он начинает освобождаться и от страха перед псевдо-паразитами, которые сидят, потому что они паразиты, пока их умоляют. Не соси мою кровь. Вот так.